салют панки николай на связи и мы решили сделать новую рубрику в которой мы будем говорить о по настоящему важных и интересных темах связанных с искусством и же литературой и конечно же живописью это формат который пишется без сценариев просто на основе тех знаний которые у меня есть и формат такого максимально простого и живого общения почему ну потому что говорить о том что тебе дорого и важно это необходимо необходимо для того чтобы просвещать людей так что без долгих прелюдий давайте начинать итак сегодня я предлагаю вам давайте самого начала поговорить о том что уже наверняка набил вам оскобину то что многие из вас знают самого детства и то к чему относится но я бы сказал не очень хорошо это николай васильевич гоголь про николай васильевич гоголя я много говорил еще тот момент когда был на канале артификс мы про здесь еще не снимали большого видео поэтому начнем с такого вот минимального формата я вам хочу рассказать только об одном произведении которое позволит вам влюбиться в гоголя если вы еще этого не сделали то произведение которое на мой взгляд является абсолютно революционным не только для всей русской прозы но и для мировой литературы в частности если вы например смотрите на то как работает кристофер нолан со своими визуальными образами то можете увидеть что то же самое на самом деле делает уже и николай васильевич гоголь и делает это великолепно еще в далеком девятнадцатом веке а все почему а все потому что гоголь не просто настоящий художник революционер революционер истинный который совершенно по-другому взглянул на то что представляет из себя литература мы все думаем что автор рассказывает нам историю но когда мы с вами ближе знакомиться с литературой мы понимаем что это совершенно не так автор не должен вам рассказывать автор должен вам показывать он должен показывать что чувствует его герой он должен показывать какую эволюцию проходит его герой и только тогда мы поверим в то что будет нам рассказано в противном случае для нас останется всего лишь сказкой и не более того а сказка конечно может и тронуть нас замечательным сюжетом или еще какими-то отдельными элементами но все равно будет оставаться сказкой для того чтобы литература превратилась в быль нужно именно показывать гоголь один из первых писателей в русской литературе который делает эту революцию когда прозвучит легендарная фраза которая до сих пор непонятно кому принадлежит то ли это был тургенев то ли это был достоевский помните всю эту фразу все мы вышли из шинели гоголя так вот эта фраза абсолютно правдива но речь не только о шинели речь в целом обо всем творчестве николая васильча и как я уже сказал сегодня буду говорить про его портрет почему про портрет потому что это одна из самых сложных повестей которые гоголь относился с максимальной критикой относился с такой критикой что полностью переписал уже готовую повесть которая кстати говоря имела большой успех впервые она увидела свет в 1835 году в сборнике арабески была издана вместе еще с невским проспектом и носом и кстати тогда повесть была очень сильно раскритикована виссарионом белинским он сказал что это неудачный опыт гоголя в фантастическом жанре неудачный потому что гоголю не далось довести до ума многие темы фантастика выглядела как-то слишком просто по мнению белинского вторая часть повести вообще никуда не годилась и от нее легко можно было избавиться николай васильевич был человеком крайне чутким критики если мы с вами вспомним как он поступил с первым своим изданным произведением а это была поэма ганс кюхельгартен то после всей массы критики которая обрушилась на эту поэму он бегал по книжным магазинам все скупал и потом сжигал свои же собственные произведения а критики белинского гоголь был особенно четок но тема тема николай васильевич безумно понравилась почему потому что максимально отвечала всем его требованиям к самому себе как к автору и как к настоящему художнику гоголь не просто интересуется живописью гоголь живописью живет в тот момент когда он приезжает в петербург он знакомится с большим количеством художников которые на тот момент жили в северной столице посещает их студии видит как они работают больше того сам ходит на занятия в академию художества и кстати очень и очень неплохо рисует в тридцать пятом году изданы его арабески до портрет не имеет такого успеха хотя сам сборник принят на ура а после этого николай васильевич уезжает из россии долгое время живет в италии в риме и в сорок втором году он полностью перепишет свой портрет заметьте в сорок втором году в тот момент когда будут написаны уже мертвые души в тот момент когда есть уже его ревизор то есть когда гоголь является на сто процентов сформированным художником и тут вдруг он обращается к произведению которое писал в общем то ну можно сказать по современным меркам почти юнцом сколько был николай васильевич когда он приехал в петербург ему было всего 22 года это еще абсолютно молодой парень и вот этот молодой парень взялся за петербургские повести замысел портрета у него родился если мне не изменяет память в 1833 году то есть ему на тут момент 24 года если мы сравниваем с вами две эти редакции портрета я очень вам посоветую их прочитать по одной простой причине потому что это уникальный момент который вы можете видеть в плане работы художника над своим собственным произведением а самое главное замечательный творческий метод который показывает что нет предела в совершенству и любой мастер всегда может доработать и переработать свое творение иногда практически полностью так вот портрет в первой редакции это вполне себе обыкновенная романтическая история да с налетом мистики да с темой продажи души и дьяволу короче все то самое что так любит немецкий романтизм и не только немецкий романтизм но в принципе вся та эпоха не будем забывать именно в конце 18 начале девятнадцатого века у нас расцветает жанр ужасов всем становится интересно читать страшные истории всеми проникаются а тут появляется свой мастер ужасов в россии который до этого момента уже неплохо реализовал себя например вечерах на хуторе блездиканьки и сборники миргород вспоминаем с вами ведь до сих пор по поводу этой повести снимают страшилки в россии так вот николай василич гоголь снова решил всех напугать напугать чем через тему продажи души за деньги естественно в очередной раз поднимают ту самую милую для девятнадцатого века тему о том что деньги не является благом а деньги на самом деле это зло которое полностью убивает все в душе человека убивает в том числе и талант в нем концу жизни николай васильевич гоголь столкнулся с настоящим кризисом он все меньше мог писать все чаще говорил о проблемах со здоровьем закончилось все это печально жизнь часто изматывает нас сам однажды столкнулся с этим кризис и депрессию никто не отменял а начинается все соотсутствие желания что-то делать в этот момент нашему мозгу и необходима поддержка я работаю с большими объемами данных готовлюсь к лекциям экскурсиям пишу сценарии анализирую прочитанное в книжном клубе в таком режиме мозгу необходимо иногда помогать поэтому я принимаю курсами уже известный многим ноотропный комплекс mind booster для повышения продуктивности внимания и мотивации критериями выбора была эффективность и безопасный состав комплекс произведен из натуральных ингредиентов и прошел все испытания эффект был практически сразу я бы поделил его на два действия быстрый эти ребята приводят в чувство с утра помогают сбодриться являются натуральными ускорителями для нашего мозга и накопительный дают топливо организму для продуктивной и долгой работы улучшают память повышают стрессоустойчивость в начале сразу отмечаешь бодрости и повышение реакции уже с самого утра а по прошествии трех недель понимаешь что начал запоминать больше событий больше обращать внимание на детали только нужно понимать что mind booster действует когда вы действительно что-то делаете обучаетесь загружаетесь умственной работой а не просто весь день лежите на диване он подойдет всем кому предстоит выполнение важных ответственных задач будь то сдачи экзаменов подготовка к выступлению тренировки перед соревнованиями или работа над творческим проектом две капсулы с утра и у вас будут ресурсы продуктивно работать а главное желание активно их тратить в течение дня а вечером останутся силы еще на личную жизнь рекомендую заказать mind booster напрямую на официальном сайте производителя viva hair право так выгоднее и надежнее а по промокоду панк будет дополнительно скидка 10 процентов на весь ассортимент позаботьтесь о вашем мозге а нам самое время вернуться гоголя в первой редакции портрета она как и говорилось действительно очень просто мы видим с вами что старик всходит с портрета старик начинает говорить с чертковом он предлагает ему все условия сделки озвучивает их и чертков сознательно идет на то чтобы вот получить капитал здесь сейчас это для него не сон и для него вполне себе реальность кроме того есть еще много тоже достаточно странных моментов например торговли за этот портрет мистик с тем что непонятно где этот портрет оказывается он то появляется то исчезает круче много всякой чепухи которая до конца замысел николай васильевич не доводила но гоголь это был человек который никогда не успокаивался гоголя ведь нужно было вам показать что происходит с героем показать всю эволюцию которая есть персонажем и поэтому он перерабатывает свою повесть в нескольких самых важных местах момент 1 портрет находится случайно нет никакой больше за него торговля а момент 2 это то как художник обретает свой капитал вам нужно показать реальность кошмара нужно показать реальность кошмара так чтобы читатель это прочувствовал причем заметьте если у вас есть визуальные приемы это сделать достаточно легко потому что вы например используете голландский угол показываете искривленную реальность вы используете длинные тени и много есть приемов кинематографе которые реализуют всю эту историю но как это сделать в тексте художественном не поверите при помощи тех же самых кинематографических приемах поэтому когда вы смотрите и читаете гоголя нужно обращать внимание на то как он играет с тенями весь его петербург вечерний это петербург вытянутых длинных теней которых на самом деле в тот момент петербурге быть не могло почему потому что не было электрического света газовый свет очень слабый таких длинных теней он не дает это именно фантазия гоголя причем гоголь понимал воздействие подобного освещения еще до того момента когда все подобные книги были написаны поэтому гоголь крут потому что его наработки используют и сейчас но самое главное даже не в этом главное в том что гоголь полностью переформатирует саму тему продажи души если к тебе приходит дьявол если тебе дьявол говорит черт возьми тебе надо продать свою душу и за продажу души ты получишь вот такие 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 бенефиций это все очень просто это просто и легко намного сложнее если человек принимает решение для себя если с одной стороны он и продал душу а с другой стороны вроде бы не продавал это становится намного сложнее потому что это показывает куда более глубокую трагедию героя а самое главное именно здесь через портрет реализуется та история которая гоголя потом принесет неимоверную славу это так называемая мистика без мистики то есть вроде бы у вас есть какое-то мистическое ощущение вроде бы ничего мистического и не происходит так например написано все его мертвые души и так чертков засыпает он засыпает и смотрите тоже старик сходит с картины старик сходит с картины садится рядом с ним но ничего ему не предлагает ничего ему не говорит он просто начинает пересчитывать червонцы и он пересчитывать столбики по тысяч червонцев для нас сейчас эта цифра может ничего не значит времени прошло очень много и никто не понимает что же это в современных реалиях давайте с небольшим допущением я озвучу о каких же суммах идет речь червонец это золотой рубль тысяч червонцев соответственно да это 1000 монет по золотом рублю это золотая монета имеет определенную ценность если мы отталкиваемся с вами от ценности золота потому что золотая монета как мы с вами понимаем привязаны к цене золота то один вот такой столбик на современные деньги это примерно 34 миллиона рублей у этого старика таких столбиков много один он теряет и чертков как раз один этот столбик и забирает представьте себе что такое для нищего художника в определенный момент почувствовать своей руке 35 миллионов рублей это колоссальное удовольствие и поэтому что происходит дальше никакого соглашения зато вам показывают систему многоуровневого сна вы только подумайте насколько круто гоголь разбирается в том что представляют из себя кошмары и что они как они представляют свою природу вот вдумайтесь какой кошмар для вас самый страшный кошмар который многоуровневый когда вы пытаетесь проснуться просыпаетесь вроде а понимаете что вы снова в кошмаре у меня один раз такое было это стремно особенно кстати интересно то что гоголь очень точно фантастически точно вводит туда все элементы сонного паралича и если есть хоть один человек который в своей жизни испытывал что такое сонный паралич он прекрасно понимает какое состояние описывает николай васильевич и так чертков раз просыпается у него кошмар 2 смотрит на картину к старик как будто на не шевелится бах еще раз просыпается и потом снова кошмар снова партия шевелится и бах он снова просыпается и перед вами вот эта система многоуровневого сна и нам совершенно непонятно что же там произошло произошла ли это сделка не произошла ли это сделка помним только что он схватил эти монеты и рука его до сих пор помнит тяжесть этих золотых червонцев вот она все продажи состоялась а дальше гоголь все делает упирая только на одно что происходит с художником в тот момент когда он понимает что для него деньги становится превыше всего остального и он же показывает что чертков далеко не сразу начинает свое падение нету золота такой страшной демонической силы долгое время а в первом варианте портрет кстати был там вот эта эволюция героя была показана достаточно бедно здесь же гоголь идет совершенно иначе он говорит о том как постепенно чертков все больше и больше теряет мастерство почему потому что его заказчиком это мастерство не нужно потому что они-то хотят действовать как можно быстрее чтобы их портрет написали и они могли идти а портрет это ведь очень долго вы не представляете себе насколько это была важная тема для всего 19 века и даже на для начала 20 века когда вы смотрите например на знаменитый портрет серого вы помните вот а девочка с персиками вот девочка с персиками ребят серовым писалось ни один час не два не 20 не 30 а очень и очень долго в течение нескольких недель когда он мучил несчастную родственницу морозову и мама когда он мучил несчастную девочку для того чтобы добиться на ее лице вот этого настоящего выражения потому что художнику это важно а фотографии на тот момент есть но далеко не все мастера любят работать по фотографии почему потому что иногда нужно живое выражение натур художник во многом должен быть психологом во многом должен ловить эти детали и ведь что произошло с портретом гоголь переписал его после того момента когда сделал путешествие в италию и увидел все шедевры эпохи возрождения увидел как работает тициан увидел как работает рафаэль как он передает натуру и это его поразило больше того в италии он свел знакомство с большим количеством художников в том числе например с ивановым иванов даже изобразил его на своей картине явление христа народу да да вот тот паломник это на самом деле николай васильевич гоголь гоголь уже совершенно по-другому и смотрит на талант и понимает как нужно развивать историю и самое главное как нужно развивать настоящую трагедию настоящий остросюжетный жанр мы видим как чертков постепенно все больше и больше сам того не замечая утрачивает свой талант который у него изначально был и тем интереснее начинает звучать другая тема когда чертков виде по-настоящему гениальное произведение и понимая что всю свою жизнь он провел так ни на что и не потратив нужное количество сил так нигде и не обретя настоящего таланта как чертков берет и начинает уничтожать любое произведение великое которое только видит и на это спускает все свое состояние потому что коголь здесь делает замечательный совершенно реверс деньги ничто чертков был изначально без них чертков в итоге перед смертью без них и остался все его огромное состояние никто не нашел почему потому что единственное что может быть с деньгами их можно использовать как средство их можно тратить на достижение цели которые ты перед собой поставил но если твоя цель деньги это уже фатально а у черткова кроме денег и положение в обществе другой никакой цели не было по-хорошему когда он уничтожает все талантливые картины он закрывает ту самую жажду искусства и очень классно говорит об этом гоголь с очень тонким психологизмом когда говорит что когда талант не очень большой берется за что-то что ему не под силу когда ты молод это вызывает в тебе не только праведный гнев но и желание дерзать и развиваться а когда ты уже стар и закостенел в тебе это вызывает одну только бессильную злобу и ярость что и происходит с чертком который начинает уничтожать все вот эти картины что самое интересное здесь как и в любом произведении николая васильевича мы должны понимать как он описывает отдельные элементы как он описывает состояние дело в том что гоголь делает невероятные вещи даже с точки зрения например оптики попробуйте взглянуть на петербург из невского проспекта глазами художника пискарева который бежит за девушкой и вы увидите что он видит все искривленно он видит все неправильно так как вы не увидите и когда вы это читаете вы же не не всегда вдумываетесь не всегда понимаете но люди в девятнадцатом веке немножко по-другому относились к художественному слову у них не было кинематографа них не было фотографии все это только еще зарождалось и все это только еще начиналось и поэтому они смотрели по словам что именно описывает автор и тут они видели искривленную искаженную реальность которую они никогда не видели которую вы сейчас можете увидеть только например использовал широкоугольный объектив и для них это было удивительно почему потому что это идеально передает то самое состояние героя когда он не понимает во сне он где-то или наяву мы можем увидеть что все подобные приемы потом будут использоваться в кинематографе экспрессионизма например в великом фильме роберта вина первом фильме ужасов кабинет доктора каллигари а все это было еще у гоголя в девятнадцатом веке когда вы смотрите на то как николай васильевич пишет в этом поражаетесь почему потому что портрет это одна из лучших написанных повестей очень простая всего 40 страниц незамысловатый сюжет вторая часть посвящена непосредственно истории картины и тоже разбирает все это крайне интересно показывая вам двойственную природу искусства искусство настоящее искусство может на благо идти да и может все делать ради того чтобы мир был лучше и преображать его а может наоборот все не заводить в ад почему потому что у искусства и у настоящее вдохновение разная природа это может быть как природой добрый так природой слой и разницы в этом нет потому что и одно и другое будет великим я призываю вас только одному скорее всего многие из вас те кто уже закончили школу гоголь это после школы и не перечитывали вот исправьте эту оплошность возьмите и без школьной программы без вот этой фейной дятиной откройте портрет и прочитайте для себя посмотрите как николай васильевич пишет а потом сравните с тем что было в начале в тридцать пятом году в собрании сочинений вот так вот советском и не только в собрании сочинений все можно найти в интернете на ресурсах есть редакция робеска тридцать пятого года сравнить это и понять что во-первых полностью разбивается один вымысел ни одно произведение не создана без усилий не создана без колоссального труда любой гениальный продукт это на самом деле огромная работа художника и над самим собой и над своим воплощением и над текстом и над каждым словом а с другой стороны поймете почему же в определенный момент так до сих пор непонятно кто из русских писателей сказал это что все мы вышли из шинели гоголя и почему гоголь настолько хорош и почему его надо читать ну а так всем отличного дня и